Зачастую, чтобы упростить себе жизнь, сэкономить время, а иногда и деньги, мы пользуемся различными приложениями и сервисами. Но с ростом популярности приложения в него обязательно приходят мошенники с различными сценариями, чтобы деньги у нас попробовать отнять. История такая, я нашла онлайн-подработку и, по сути, должны были перевезти мне. И нужно было где-то ввести данные карты, да? Для того, чтобы вам на нее перевели деньги. А в итоге? Ну, слушайте, нормальная история, а вы, получается, что, купили опыт и знания за эти деньги? Да. Больше так делать не будет. Ну, пришла ссылка о том, что якобы переходите по этой ссылке, вас там ждет какой-то приз, какой-то выигрыш, ну, как типичный обман. Но, понятное дело, что на такое вестись нельзя. Так, а как вы поняли, что на это вестись нельзя? Потому что моя подруга не могла мне просто скинуть эту ссылку, потому что она не участвует в подобных вещах, как всякие лотереи. Так, и что вы сделали дальше? Я уточнила, типа, тебя взломали? Она не ответила. Я поняла, что, скорее всего, взломали, да. Ну, все. Я не переходила по этой ссылке, я просто проигнорировала. Ну, супер. Ну, то есть, короче, и на будущее, вот теперь, в курсе, что такие истории случаются, что их много, что очень... Ну, мы проходим это еще плюс вскоре. Да? В школе об этом рассказывают? Класс. На связи коорационный центр доменов РУ и РФ. Меня зовут Дроздов Александр. Сегодня мы в гостях у лаборатории Касперского. Это одна из крупнейших компаний в сфере защиты от киберугроз. Сегодня мы поговорим про фишинг. Да, в очередной раз мы поговорим про фишинг, который на этот раз мы получаем из мессенджеров. Ситуация следующая. В предновогоднюю ночь я получил вот такое вот сообщение в мессенджере Telegram от своего знакомого. Действительно, меня всегда забавляли такие истории, когда знакомые или кто-то рассказывает, как они пытались помочь, а в итоге помогали мошенникам. Но в моем случае обращение моего знакомого, оно было абсолютно таким же, как обычно он со мной общается и редко кто ко мне так обращается. Плюс в канун Нового года я думал, что действительно смогу сделать полезно этому человеку. По факту получилось так, как и у остальных. Это было чистое мошенничество. В этом я убедился уже через некоторое время, когда увидел, что аккаунт стал удаленным. Потом я решил воспользоваться поиском по этой картинке и тексту. И, собственно, стало понятно, что это достаточно банальная схема, которая уже достаточно давно используется. Андрей, расскажите, пожалуйста, какой объем фишинга с использованием Telegram вы выявляете? Во-первых, стоит сказать, что мы видим резкий рост по сравнению с предыдущим годом. Так, например, только в январе мы обнаружили достаточно большое количество подобных различных атак и использование площадки Telegram как метода воздействия на пользователей со стороны онлайн-мошенников. Но в целом можно сказать, что первый квартал по отношению к предыдущему кварталу, то есть к четвертому кварталу 2022 года мы видим рост 25%. Если говорить, если брать два рядом стоящих квартала. Так, хорошо. Это первый квартал к четвертому кварталу предыдущего года, а сейчас у нас еще получается квартал не закончен. То есть рано еще о чем-то говорить. Ну, может быть, уже, не знаю, что-то понятно. То есть он продолжает так же набирать обороты или уже как-то стабилизировалось это? Пока сложно говорить и подводить итоги, но в целом можно сказать о том, что инструменты, которые используют злоумышленники для того, чтобы войти в доверие к пользователям, для того, чтобы попытаться как-то с ними повзаимодействовать, то они, в принципе, остаются одинаковыми, но используются различные методы и подходы для того, чтобы вызвать различные элементы жалости или, например, воспользоваться окружающей ситуацией теми интересными фактами и явлениями, которые, в принципе, интересуют всех пользователей абсолютно, не только каких-то отдельно взятых пользователей. То есть это такие темы, которые будут использованы злоумышленниками и эксплуатироваться, ну, соответственно, с различным инструментарием, с различным контентом. А рост, вот, соответственно, на четверть, он вызван, ну, там, сезонностью, это новогодние праздники и прочее-прочее, там, не знаю, 8 марта, 23 февраля, или это есть какое-то другое объяснение этому? Как правило, любое событие, яркое событие в жизни вообще любого пользователя или вообще в жизни повод человека, назовем это так, оно будет тоже, может, служить определенными поводами для того, чтобы ими воспользоваться уже на стороне злоумышленников. В частности, новогодние праздники, когда речь идет о различных не только подарках, да, но и, например, просьбе проголосовать за рисунок, в котором, в конкурсе, на котором участвует, там, племянница, дочка, сын, там, и так далее. С одной стороны, казалось бы, схема очень простая, да, но она эксплуатирует тему как раз доверия именно по отношению к тому пользователю, от которого они получают такое сообщение. И схема очень простая, что если человек пытается зарегистрироваться для участия в таком голосовании при помощи номера своего мобильного телефона, и у него просят злоумышленник прислать верификационный код, который системы двухфакторной аутентификации он получает от служб Телеграма, то, по сути, он отдает эти данные, ну, как связку логин и пароль, так и номер телефона, и вот этот верификационный код злоумышленника. Они уже входят в аккаунт пользователя, но уже с другого устройства, ну, и, соответственно, рассылают такую информацию дальше по списку контактов, а также используют ту информацию, которая есть у пользователя в сохраненных сообщениях, в той переписке, которую он использует, ну, и, собственно говоря, любую другую информацию, которая тоже может быть. Давайте начнем с угона аккаунта, Телеграм-аккаунта. Как это происходит? В целом, мы можем поговорить и о том, и о другом. Чаще всего злоумышленники используют подобные схемы для, ну, как правило, у них две цели. Это либо кража данных, либо кража денег. Тут зависит все от непосредственно того, как взаимодействуют пользователи со злоумышленником, то есть какую информацию они готовы открывать, какая информация о них уже находится в открытом виде, и другие, ну, различные элементы, которыми могут пользоваться злоумышленники. Данные — это то, что может оказаться на виду, например, в том же Телеграме. Есть список контактов, есть сохраненная переписка, есть файлы, которыми обмениваются пользователи, или пользователь обменивается сам собой для того, чтобы перекинуть устройство на устройство. И, например, либо использование этой информации для того, чтобы пользователю навредить, использовать, например, элементы шантажа, получить от него какие-то определенные деньги или еще больше данных, либо это перепродажи данных, которые тоже могут применяться со стороны злоумышленников, либо это использование, опять же, списка контактов для того, чтобы представиться тем самым пользователем, вот аккаунт которого был потерян, ну и, соответственно, дальнейшая рассылка таких вот сообщений с целью, опять же, получить еще больше данных, либо, собственно, речь идет о каких-то финансовых средствах. Отдельной историей можно рассказать пример, когда злоумышленники эксплуатировали тему, рассчитанную на ребят, учащихся школ. Например, в YouTube распространялись рилсы, короткие видео, шотсы, ну вот все такое, что в коротком формате предлагалось посмотреть учащимся, и содержание их было в формате такой заработы деньги, быстро и, собственно говоря, без каких-то там серьезных усилий с твоей стороны. Аккаунт был наполнен большим количеством коротких и однотипных стримов из игры, из популярных игр у детей. Это, может быть, и Minecraft, и Roblox, и какие-то другие игры, которые у детей сейчас на данный момент популярны. Они, сами понимаете, могут меняться в зависимости от того, например, что в данный момент интересно детям. И одно из этих видео, или там несколько из них, переводили уже на другой аккаунт, который рекламировали как раз такой способ заработать деньги при помощи Telegram-бота, в который нужно было вложить какую-то определенную сумму, который рекламировал большие выигрыши, большие прибыли через, допустим, неделю или через 10 дней, но при этом предлагал сейчас вложиться какой-то суммы денег и через вот эту неделю, через 10 дней получить в два раза больше. Естественно, злоумышленники просто получали, забирали себе деньги и ничего в замене не приводили. Легенда какая была? Ну, то есть, почему ты, если вложишь сегодня, то завтра ты получишь? Это обычная... Тут, опять же, тут причин может быть вообще очень много, начиная от какой-нибудь благотворительности крупных криптобирж, которые просто считают, что они таким образом привлекают большое количество пользователей, заканчивая темой с использованием различных знаменитостей или, например, крупных каких-то там онлайн-событий или оффлайн-событий, которые тоже будут использованы для того, чтобы тем самым привлечь якобы на реальную площадку новых пользователей и тем самым получают люди дивиденды от таких вложений. Либо просто в целом новостной фонд говорит о том, что это может быть каким-то определенным источником дохода, и злоумышленники, конечно же, используют, называя совершенно какие-то нереальные цифры, показывающие, что на такой истории достаточно просто заработать. Так, хорошо, а про все-таки отбор, угон аккаунта, как это работает на пальцах? Пользователь получает ссылку. Дальше под различными предлогами у него будут требовать авторизации, любой на самом деле, но так или иначе, если мы говорим про угон аккаунтов в том же Телеграме, то будет речь идти о номере телефона и о верификационном коде. У большинства пользователей, которые заботятся о безопасности, есть настройки, связанные с двухфакторной авторизацией, с двухфакторной аутентификацией, прошу прощения, которые подразумевают то, что в случае захода пользователя с нового устройства, ну то есть там, где он не авторизован, на то устройство, на котором он авторизован, переходит верификационный код, который, ну, собственно говоря, вот этот сервис со стороны злоумышленников и в том числе тоже просит ввести. Пользователь думает, что он сейчас отдает голос за свой рисунок или, например, пытается там помочь в каких-то элементах благотворительности или поучаствовать в лотерее, в принципе, в чем угодно, и думает, что все сейчас вот легально, он просто отдает вот эти данные, и, соответственно, злоумышленник, как только их получает, там может быть как физически быть человек с таким большим количеством информации, скорее всего, там работает скрипт, который просто в автоматическом режиме забирает этот код и, собственно говоря, использует, меняет телефон или вот то устройство, с которым можно восстановить аккаунт и полностью начинает его контролировать, изучать уже содержимое внутреннее, как список контактов, так и переписку с людьми, с которыми ведет пользователь, так и те документы, которыми он обменивается. Ну, то есть это будет работать и дольше, и после того момента, как пользователь поймет, что он лишился своего аккаунта, то есть он повторно аутентификацию запросить может же, и тогда сессия прервется на этом новом устройстве злоумышленника или это... Если не будет изменен способ, конечно, вот этого прерывания такой сессии, чтобы вот тот телефон, с которым он взаимодействует, останется закреплен за ним, но если будет телефон изменен или способ верификации аккаунта, например, изменен на тот номер, который использует злоумышленник, то, соответственно, не будет. Бывают ли такие сценарии, когда сам злоумышленник, через какое-то время, когда он свою схему отработал, да, там, не знаю, разослал всем, кому нужно, и получил все эти деньги, которые мог собрать, может ли он обратно предложить, хочешь, там, забирай, выкупай еще, то есть за какие-то дополнительные деньги. То есть применяются такие, да? Да, это, опять же, вписывается в сценарии шантажа, что если пользователь хочет вернуть свой аккаунт, то, соответственно, злоумышленники будут использовать все возможные способы для того, чтобы получить от этого как можно больше выгоды от возможности перепродажи его до возврата таким способом, что непосредственно они прилагают уже и самому производителю его вернуть. А только ли Telegram или другие мессенджеры, ВК, то есть не Telegram, а единому? Смотрите, вот в тех схемах, о которых мы говорим, мы говорим не о уязвимости каких-то определенных площадок, мы говорим о подходах, которые используют злоумышленники для того, чтобы завладеть доступом. И, как правило, они основаны на элементах социальной инженерии, на обмане, на доверчивости пользователей, на эксплуатации как раз обычных технических приемов, просто входа в аккаунт. Поэтому тут скорее можно говорить о любой площадке, в которой могут пользоваться злоумышленники для того, чтобы достучаться до пользователей, опять же, воздействовать на них определенными элементами, связанными с благотворительностью, или с какими-то определенными элементами, вещами на жалость, или темами популярных событий, которые нас окружают и которые пользователи в том числе интересуют. Ну, то есть, ответ, что неважно, какой мессенджер, то есть, это может вылезти из любого. Да, я так и сказал, что речь идет не о конкретной платформе и ее уязвимостях, а мы говорим о вообще подходах со стороны злоумышленников, которые эксплуатируют различные темы, основанные как раз на элементах социальной инженерии. Если пользователь, в общем-то, в итоге попался на тот или иной сценарий, какие у него, ну, то есть, что ему делать? Сценариев, когда это уже произошло, достаточно много, но чаще всего они заканчиваются, если речь идет о каком-то вымогательстве и прочем, то самый такой, один из базовых таких простых вещей, простых сценариев, которые пользователь может провести сам, это проверить свои все устройства защитными решениями, посмотреть, есть ли какой-то зловредный ПО, который установлен у него не только на условно, там, рабочем смартфоне, с которым он взаимодействует чаще всего, но и на стационарных компьютерах, на планшетах посмотреть, нет ли какого-то, ну, какого-то программного обеспечения, которое помогает злоумышленникам узнавать о пользователе немного больше. Ну, и если там речь уже идет о каких-то серьезных правонарушениях по отношению к пользователю, то это, да, это обращение в правоохранительные органы. У лаборатории Касперска есть отличное приложение WhoCalls, да, но он нам может помочь только с голосовыми, собственно, ну, со звонками. Что, какие есть сервисы, какие там ПО, может быть, если есть, именно вот на мессенджеров для Telegram, WhatsApp, не знаю, еще что-то? Прямо целенаправленно для, вот, только для мессенджеров, это, ну, достаточно сложно ответить, потому что есть схемы, которые используют злоумышленники, о которых я вам уже говорил, они используют возможность пользователя перехода по фишинговой ссылке, и в этом случае защитные решения, например, антивирусные программы с антифишинг-компонентом, они могут распознать такую ссылку и, соответственно, предупредить пользователя заблокировать такой переход, не допустив тем самым, ну, собственно говоря, вот попадание пользователя по такой ссылке. Ну, естественно, как он может получить эти ссылки как в мессенджерах различных, так и даже в виде, там, SMS-сообщений или просто в поисковой выдаче, которая использует, ну, допустим, какой-то информации, скажем так. Это решение, скорее даже, я бы назвал его универсальным, которое подойдет абсолютно всем пользователям и будет его надежно защищать. Но при этом, опять же, речь идет не только о фишинге, но и о других видах главвредных программных успехов. Что вы порекомендуете пользователям вот таких вот, соответственно, в случаях именно, чтобы не попадаться в мессенджерах на различные непредвиденные истории? Ну, во-первых, я бы, наверное, в первую очередь сказал бы о том, что неважно в каком мессенджере, какой мессенджер вы используете, это может быть и Telegram, WhatsApp или какие-то любые другие, вообще платформы взаимодействия с другими пользователями. Там, где есть такая возможность, стоит вообще-то всегда помнить о том, что любая конфиденциальная информация, такая как логин и пароль, данные банковской карты, верификационные коды, вообще какие-то данные связаны с персональными, все это необходимо хранить и ни в коем случае не передавать сторонним лицам, особенно кто-то, когда вас просит там под различным использованием методов социальной инженерии, сделай это быстро, у тебя вот, например, только два часа на то, чтобы ты ответил на вот этот запрос или, например, получи выигрыш, ну, обычная скам-схема, да, которая использует возможность того, что пользователь переводит деньги злоумышленникам под видом какого-то налога за большой-большой денежный приз. Когда существуют вот такие определенные маркеры, на которые стоит обращать внимание, ну, в целом у пользователя должно сразу срабатывать какие-то определенные механизмы, которые говорят о том, что этого делать просто не надо. Если не уверены, просто откройте соседнюю вкладку, наберите в поисковике вообще любую информацию, которую вы можете найти по этому событию, по платформе, на которой пытается вас пользователь или вот со стороны злоумышленника вас туда пытается заманить, вы можете уже даже таким способом найти простые отличия и сделать вывод о том, что вводить данные на таких площадках не нужно. Ну и, естественно, ни в коем случае не отключать защитные решения, которые должны быть установлены как на стационарных компьютерах, так и на различных мобильных устройствах, потому что это наш технический такой рубеж, который будет защищать пользователей от различных угроз, с которым он может столкнуться. Ну и держать, естественно, все приложения, операционную систему, сигнатуры антивирусных решений, защитных решений в актуальном состоянии. Спасибо большое. Да, спасибо. Спасибо. Не сталкивались с мошенническими историями, когда там присылают какие-нибудь ссылки страшные? Мы по ссылкам не переходим. Дорогие друзья, будьте бдительны, проверяйте, с кем вы общаетесь в мессенджерах, особенно в тех случаях, когда вы планируете кому-то перевести какие-то деньги или отправить ваши персональные данные. Убедитесь на несколько сотен процентов, что это действительно тот человек, кому эта информация предназначена. И помните, что безопасность в интернете полностью зависит только от вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин